Мы все ближе к финалу, к финалу наших с вами встреч, естественно, а не финал Золотусты, потому что от финала Золотусты мы, как далеки, но надо двигаться в избранном направлении. Мы с вами должны заново прочесть главу о поэтах. Обращайте внимание на драматическую часть. С тех пор, как лучше знание тела, я сказал Золотуст, одному из своих учеников, дух для меня только подобие духа, а все неприходящее только уподобление. Это я слышал у тебя однажды, сказал ученик. И тогда ты прибавил еще, но поэты слишком много лгут. Почему ты сказал то, что поэты слишком много лгут? Почему? сказал Золотуст. Ты спрашиваешь, почему? Я не принадлежу к тем, какого дозволено спрашивать об этом почему. Разве переживания мы речили вчера? Давно миновало время, когда переживал я основания своих мнений. Разве не был бы я большей памяти, если бы хотел иметь по себе свои основания? Слишком много для меня самому хранит свое мнение. Немало птиц улетает прочь. Да, это замечание, о котором мы уже говорили. Чем длиннее память, тем больше шансов стать эссентиментом. Поэтому чем короче память, тем меньше шансов стать эссентиментом. Про птиц улетающих прочь мы тоже читали. Это, собственно, 296-й параграф по ту сторону добра и зла. Но что интересно, на самом деле эта метафора про улетающих прочь птиц взята из, естественно, Платона. Это ТТ-196С-199Е, где Сократ учит одного из своих учеников с помощью метафоры птиц. Как отделять мнение от знаний. То есть профессор Заратюста отрицает необходимость основания того, что вы говорили в прошлом. Он не отрицает, он говорит, что это невозможно. Почему предполагается, что вы знаете основания всех своих мнений? Потому что мы с вами должны полагаться на разум, Сократический разум, который, естественно, зависит от памяти. Ницше отказывается полагаться на разум по уже описанным причинам. Шири отказывается полагаться на Логос. На его место, на место Логоса, должны встать, как это было у греков, как это было у Фукирида, воля к власти и инстинкты. Естественно, у инстинктов нет никакой памяти. В соответствии с этим помнить основания собственных мнений невозможно. И среди них нахожу я залетную птицу моей голубяки. Она незнакома мне и не гаражит, когда я кладу на нее свою руку. Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Заратустра начинает испытывать ученика. В чем проблема? Почему он начинает испытывать ученика? Это слышал я однажды от тебя, отвечал ученик, но тогда ты прибавил еще. Он помнит. Это серьезнейшая проблема. Его память слишком длинна. Он не похож на Заратустра. И потому Заратустра решает испытать его. Угу. Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэт слишком много лгут, но и Заратустра поэт? Я верю тебе, что он сказал правду. Почему ты веришь в это? Заратустра тоже поэт. И эта глава называется о поэтах. Лучше ли поэт Заратустра, чем остальные поэты? И в чем разница между всеми поэтами и поэтом Заратустра? Пока что мы знаем, что есть между ними общего. Что и Заратустра, и поэты много лгут. Заратустра спрашивает своего ученика. Веришь ли ты, что сказал он правду? И почему ты веришь этому? Заметьте, что на первый вопрос отвечать не нужно. Потому что есть второй вопрос. Который подразумевает, что на первый вопрос ответ положительный. К чему приводит Заратустра своего ученика таким вопросом? К парадоксу. Заратустра поэт, но все поэты лгут. Все критяне лжецы, говорит критянин. Это классический парадокс. И Заратустра приводит своего ученика к парадоксу. Как разрешить парадокс? Как разрешить не разрешимое? Как быть с Гордеевым узлом-то? Ну как? Что нужно воспользоваться? Чем нужно воспользоваться? Волей к власти. Ну сделать что-то, да. Сделать что-то из самого себя. Но ученик не делает этого. Ученик отвечал. Я верю в Заратустра. Вот. Ученик не ученик. Ученик верующий. Ученик последователей. Ученик зелот. Заратустра не собирался воспитывать зелотов. Не собирался воспитывать верующих в него. На что Заратустра впервые отвечает отрицательно. Он качает головой. Это первое из трех испытаний учеников. И это первое испытание провалилось. Вопрос. Почему ему, ну, почему ему ставят то, что ученики стали зелотами, если его ученики по его замоку следуют за ним? Они должны были следовать, куда он скажет, а не за ним. Он пошел в другую сторону. На что рассчитывает Заратустра? На то, что рано или поздно, и он говорит это в речи о дарящей добродетели, они преодолеют его учения. Но верующие не могут ничего преодолеть. Но Заратустра покачал головой и улыбнулся. Да. Это качание головой символ того, что Заратустра расстроен, что Заратустра недоволен своим учеником. Он будет качать головой еще дважды, и оба раза это будет связано с правом учеников. Так мы понимаем, что покачивание головой является отрицательным. Вера не делает неблаженным, сказал он. Особенно вера в меня. Но по лужам кто-нибудь сказал бы всерьез, что поэты слишком много будут. Он был бы прав. Мы лжем слишком много. Мы лжем слишком много, да? То есть мы поэты. Мы знаем слишком мало, и мы плохие ученики, потому и должны молгать. Да, для этого мы, для пояснения этого отрывка, мы должны открыть веселую науку. Один, первый параметр. Нельзя отрицать, что до сих пор над картом из этих великих учителей, учителей цели, надолго воцарялись и смех, и разум, и природа. Короткая трагедия, в конце концов, переходила всегда в вечную комедию существования. И волны неизветного смеха, бывая столами эскила, напоследок сметали даже величайших изназванных трагиков. Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей о цели существования в целом изменяло человеческую природу. Теперь у нее стало одной потребностью больше, именно потребностью в непрерывном новом появлении таких учителей и учения о цели. Человек понемногу стал фантастическим животным, обремененным в своем существовании одним условием больше, чем любое другое. Человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни, без веры в разумом присущей жизни. И снова время от времени будет человеческий род постановлять. Есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться. А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием относится к числу необходимых средств сохранения рода. И следовательно, 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 о, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон пиливый от пива? И у нас есть свое время? И у нас есть свое время, да. Понимаете ли вы, что имеют в виду Ницше? Ну как это нет? Ну что вы, да. Короткая память – это не повод. Есть вещи, над которыми запрещено смеяться. На самом деле таких вещей нет. Есть вещи, которые требуют к себе серьезного отношения, но это не повод относиться к ним серьезно. Время от времени люди думают, что они нашли вещи, над которыми нельзя смеяться, которые должны быть серьезны, над которыми господствует дух тяжести, если хотите. То есть те вещи, которые в принципе нельзя сдвинуть. Это не так, естественно. Все вещи можно поднять в воздух. Но без этого временного нахождения вещей, которые нельзя сдвинуть, невозможно жить. Когда все вещи в воздухе, невозможно жить. Для большинства людей крайне невыносимо думать, что все бессмысленно. Люди должны думать, что есть запретные темы. На самом деле никаких запретных тем нет. Это зависит от исторического момента, естественно. То есть каждое общество само для себя определяет запретные темы, думая, что эти запретные темы – запретные вещи. А это не так. Вокруг нас абсолютная непознаваемая бессмыслица. И поэзия, кажется, ставит часть этой бессмыслицы на свое место. То есть делает какие-то вещи тяжелыми. Делает какие-то вещи стоящими на месте. То есть поэзия освобождает нас от ужасов мира. Трагик говорит, посмотрите, здесь надо рыдать, здесь нельзя смеяться. Ну да. Наука, иная, сейчас тишина. Да. Все хорошо. То есть она же создана людьми. Правильно, она тоже как способ приспособится. Естественно. Давайте мы попробуем немножко преувеличить ваш тезис и сказать, что наука – это тоже поэзия. Иными словами, Ньютон говорит, я открыл финальные законы, они всегда будут стоять на своих местах. Ничто не может сдвинуть мои законы. Приходит Эйнштейн и говорит, не-не-не, погоди, погоди. Вот я открыл финальные законы, ничто не может сдвинуть мои законы. Это уже плохо. В зависимости от времени, естественно, все меняется. Помните, что ученые – это те же войны. О войне и войнах глава. Естественно, они сражаются. Но искусство так все меняется. Да, 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 естественно, естественно. Вот эти вот вечные законы, над которыми нельзя смеяться, над которыми невозможно смеяться, они все время меняются. Они нужны для того, чтобы общество не… Ну, то есть, чтобы люди не сходили с ума от того, что все вещи вверху. Да, 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 да. Они нужны, чтобы не было афинской чумы. Они нужны, получается, для… Ну, обычной. Ну, да, конечно, конечно. Именно поэтому ученик говорит, я верю в золотовство. Но между Золотустрой и поэтами есть все-таки разница, о которой мы еще должны поговорить, потому что пока мы видим только то, что их объединяет. Привернитесь к Золотустре. Мы знаем слишком малые, мы плохие ученики, поэтому мы должны умолкать. То есть поэт тоже, как и Золотустр, во многом действует на фоне инстинктов. Поэт не ученый. Как поэты до сих пор объясняли, что происходило с ними? Почему поэзия кажется такой истинной? Как об этом говорят сами поэты? И вспоминаете сразу Сократ, который идет к поэтам. Вдохновение. Муза, конечно. Это Бог спустил сверху мне объяснение мира. Это вдохновение, да? То есть вы можете сказать, поэты скажут вам сверху поэты древности, а новые поэты скажут изнутри. То есть это мой инстинкт спустил на меня. Такое миропонимание. Поэты тоже ничего не знают, но это ни в коем случае не останавливает поэзию от того, чтобы создать картину мира. Вопрос. Получается, что ученые, потому что не знают много, они не лгут? Они лгут. Им просто кажется, что они не лгут. Но они лгут меньше, потому что не знают больше. Да, да. Они лгут поменьше, да. То есть получается, что в ученых меньше воли власти, потому что воля власти создает ложь? До тех пор, пока в них нет борьбы, конечно, в ученых в принципе поменьше воли власти. Это же инструменты. Мы же об этом читали. В инструментах не может быть воли власти большой. Мы найдем ученого как одного из высших людей в четвертой части. Это будет человек, изучающий мозг пиявки. Вот он ничего в жизни не понимает, понимает только мозг пиявки. То есть мозг самого отразительного существа. Кто из нас, поэтов, не расправлял своего вина? Немало ядовитой мишенины приготовлилось в наших погребах. Немало неописуемого творилось там. И так как мы мало знаем, нам по сердцу нищие духом. Особенно, если это молодые бабенки. И даже в падке мы к тому, о чем старые бабы рассказывают друг другу по вечерам. Это мы называем вечной женственностью в нас. Да, что это за вечная женственность? Что это такое? В чем проблема с поэтами? Как будто есть особый тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-нибудь учится. Так верим мы... Нет, как это называется у поэтов? Это называется романтизм. Все поэты-романтики. Но золотую стране романтик. Он далек от превознесения чувств. А поэты как раз и превозносят чувства и чувственный мир. И поэтому они поддались романтизму. Смотрите, поэты с одной стороны и романтизм. Ученый из другой страны и позитивизм. Слишком сухо, слишком мелко. Слишком, как говорит сам Золотустра, каждый орех хочет быть расколотым, но некоторые орехи пусты. Позитивизм предполагает, что все орехи пусты. Романтизм, напротив, не способен расколоть ни одного ореха, если мы будем утрировать. Почему ничи не любят романтизм? Для этого мы должны открыть том 3, страница 566, параграф 370. Что такое романтика? Быть может, припомню, по крайней мере, среди моих друзей, что поначалу я набросился на этот современный мир с некоторыми непроглядными заблуждениями и преувеличенными оценками. На всяком случае, как надеющиеся. Я понимал, кто знает на основании каких личных опытов, что сосуд пессимизм 19 века, как симптом высшей силы мысли, более смелой отваги, более победного избытка жизни, чем это было свойственно в 18 веке, эпохи Юма, Канта, Кандельяка и Сенсуалистов. Оттого и представило мне фагическое познание доподлинной роскошью нашей культуры, самым драгоценным, самым аристократичным, самым опасным способом ее расточительства. Но все же, вследствие ее чрезмерного богатства, роскошью дозволенную. Равным образом толковал я себе и немецкую музыку, как надлежащее выражение генетической мощи немецкой души. Мне казалось, я слышал в ней землетрясение, с которым, наконец, вырывается на волю издревле запруженная деревопытная сила, равнодушная к тому, что при этом сотрясается все, что называющееся культурой. Вы видите, я проглядел тогда в философском пессимизме, так и в немецкой музыке, то именно, что составляет их подоподлинный характер, их романтика. Что такое романтика? Всякое искусство, всякая философия может быть рассматриваемо как целебное и вспомогательное средство на службу возрастающей, боящейся жизни. Они предполагают всегда страдания и страждущих. Но есть два типа страждущих. Во-первых, страждущие от избытка жизни, которые хотят георетического искусства, а также трагического воззрения и прозрения в жизни. И во-вторых, страждущие от искудения жизни, которые ищут через искусство и познание покоя, тишины, ладкого моря, избавления от самих себя, лишь опьянение, судорог, оглушение и ступление. Больные потребности последних отвечают всякая романтика в искусстве и познании. И отвечали, и отвечают как Шпенгауэр, так и Виктор Хвагна, если назвать их пославнейших и выразительнейших романтиков, которые тогда превратно толковались вновь. Впрочем, одни дневовые книги об этом не следует отдать должное. Да, романтизм это тот же позитивизм, только в рамках сенсуализма. То есть, это тоже самое утешение, которое пессимистам ученым дает разум, пессимистам людям дает романтика. Что говорит романтик? Не смотри на трубки-то, разлагающиеся на пляже, смотри, как хорошо солнце заходит за горизонт. Как оно уходит в море, как распространяется от него по морю этот розовый свет. Как мило получается все это дело. Ну, может, признать наоборот, солнце, на что-то отвратительное. Да, на что-то, да, да, конечно. И с тем же самым эффектом. То есть, если вы ослабли и вам не хватает чувств, вам нужен все более сильный стимулятор для этих чувств. Книжи вообще со временем приходят к мысли о том, что чтение и музыка, особенно музыка, являются на самом деле наркотиками. Они стимулируют чувства без оснований. И чем больше вы слушаете музыку, тем больше вы нуждаетесь в новой музыке для того, чтобы испытывать те же самые чувства, что и прежде. Чувства расшатывают нервы. Почему? Ну, музыка расшатывает нервы, прошу прощения. Потому что она вызывает чувства без оснований. Чувства должны быть только основательными. То есть, они должны находиться в вас самих. И из вас самих подниматься. А все, что поднимается из вас не с вашей помощью, а с помощью внешнего стимулятора, все это является раздражителем. Но здесь мы должны уловить две вещи. Ницше повторяет для нас простой и понятный тезис. Одно и то же действие, одна и та же вещь, одно и то же искусство может служить как усилению, так и ослаблению. Может служить как выразителем силы, так и выразителем слабости. То есть, получается, искусство и все, что с тебе связано, это наркотик, который используют тебе люди? Нет, ну, не всякое искусство. Вы имеете в виду искусство в русском смысле. Не ремесло и искусство, а только искусство. Да, кантины, пьесы. Ну, музыка в первую очередь, потому что музыка очень легко достигает. Два вида искусства. То, которое нужно для ослабленных. И оно либо успокаивает, либо стимулирует. И то, которое нужно для здоровых. А для здоровых... Ну, то есть... Для здоровых нужно свое собственное искусство. Сейчас Ницше нам об этом скажет. Смотрите, новая наука, новое искусство. Перед выточествующей жизнью дианетический Бог и человек может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние, и всякое роскошь, разрушение, разложение, отрицание. У него злое, безмысленное и безобразное предстает как как бы дозволенным вследствие избытка пророждающих, оплодотворяющих сил, который может создать из всякой пустыни святущий подоносный край. Это то, о чем мы говорили до этого, я даже не буду повторять. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью больше всего понадобилась бы кротость, миролюбие и доброта, как в мыслях, так и в поступках. Понадобился бы по возможности Бог, который был бы исключительно Богом для болиных, спасительным, равным образом понадобилась бы логика, отмеченная понятность бытия, ибо логику бы успокаивать, внушает доверие. В этом смысле Сократ и Иисус – это один и тот же человек, да? Это две стороны одной и той же монеты. Короче, понадобилась бы некая теплая, оберегающая от страха теснота и заключенность в оптимистических горизонтах. О каком искусстве тогда говорили, грубо говоря, нет еще? О пессимистическом. Так научился я постепенно понимать векора, противоположность денистического пессимиста, равным образом научился понимать я христианина. Который на деле есть лишь некий род эпикварица и подобно последнему романтику существу. Взгляд мой все больше и больше изощрялся в той труднейшей, коварничьей форме обратного заключения, в которой делается большинство ошибок. Обратного заключения от творения к творцу, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, кому он нужен, от всякого образа мыслей и оценок к командующей языкулиспотребности. Да, почему Эпикур попробовал с христианина, я думаю, обсуждать мы не будем, потому что Лукреция вы не читали. По отношению ко всем статическим ценностям, пользуюсь теперь следующим основным различием. Я спрашиваю в каждом отдельном случае, стал ли творческим голодом или избыток? Голод или избыток. Да, творческим голод или избыток. Да, то есть что побудило к созданию искусства? С первого взгляда, казалось бы, можно в большей степени рекомендовать другое развлечение. Оно гораздо очевиднее. Именно является ли причиной творчества стремления к фиксации, удовлетворечению, к бытию или же напротив стремления к разрушению и извинению, к новому будущему, к становлению. Но при более глубоком рассмотрении оба рода стремления оказываются все еще усмысленными и вполне укладываются в вышеповеденную и, как мне кажется, более предпочтительную схему. С стремлением к разрушению... Давайте я скажу мигилизм. С стремлением к разрушению, изменению, становлению может быть выражением изобидующей, чреватой будущим силы. Сила. Мой терминус для этого, как известно, есть слово диагностический. Но оно может быть также ненавистью неудачника, нуждающегося в геремике, который разрушает, должен разрушать, ибо его возгущает и раздражает существующее. Даже все существование, все бытие... Глядитесь, чтобы понять этот эффект наших анархистов. Да, достаточно, да. Вопрос. Получается, есть два типа искусства, которые построены пессимизмами? Давайте мы скажем проще. Есть два типа искусства – больных и здоровых. Вот. И для здоровых это разрушить и создать что-то свое. И то, и другое искусство могут быть при разрушении и при созидании. Вопрос в мотиве, исходящем из разрушения и созидания. Разрушение может быть знаком или симптомом переизбытка силы. А может быть знаком и симптомом недостатка силы. То есть попыткой, давайте, может быть, чуть-чуть попытки отомстить, попытки оклеветать. Как только что сказал Ниша, как в случае анархистов. Анархисты тоже хотят все разрушить. Точно так же и созидание. Точно так же и оптимизм. Он может быть доказательством переизбытка силы, а может быть доказательством переизбытка слабости. А какой стильнейший, к примеру, вот искусство для здоровых людей? Греческое искусство до, господи, еврипида. Волюку вековещеннее равным образом требует двоякой интерпретации. Во-первых, она может исходить из благодарности и любви. И пропускаете, у кого она может быть, вы сами можете найти. Но она может быть и террорической волей какого-нибудь неисцелимого страдальца, борца, мученика, который хотел проштемпелевать принудительным и общим для всех законам свое самое личное, самое сокровенное, самое узкое, подлинную идеосинкразию своего страдания, которое словно вымстит всем вещам, накладывая на них, впихивая в них, сжигая в них образ своих книг. Достаточно. Теперь вы понимаете, что нельзя просто ткнуть в какое-то произведение или в какое-то искусство или в какую-то практику и сказать, что эта практика хороша. Или наоборот, эта практика плоха. В этом смысле Ницше говорит вам, что вы не можете узнать сверхчеловека, потому что он делает. То есть по делам его вы его не узнаете. Ибо дела его ничем не отличаются от любых других дел. Можно еще прочитать отрывок в том 1-й странице 18, параграф 7, но вы это сделаете без меня. Как будто есть особый тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-нибудь мутится, так верен в народ и мудрость в него. Все по это верят. Если кто-нибудь лежит на траве или на пустынном склоне на вас стоит кушать, то узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землей. Если находят на поэтах приливой нежности, они всегда думают, что сама природа влюблена в них. Помните, я говорил вам, есть одно слово, которое потребляется лишь единожды, и это символ проблемы. Вот это слово, которое потребляется лишь единожды в золотустре, и это символ проблемы. Кто выдумал природу? Поэты выдумали природу. Романтики выдумали природу. Почему? Потому что природа – это константа. Природа – это бытие. А почему не выдумали природу? Потому что ученые не могут найти никакой природы. То есть это произведение романтизма, идея о том, что существует некая природа, является произведением романтизма. Она подкадывается к их ушам, чтобы нашептывать таинственные и влюбленные в стиле речи. Этим гордятся и чванятся они перед всеми смертьми. Ах, есть так много вещей между небом и землей, и читать о которых позволяли себе лишь только поэты. И особенно выше неба, ибо все боги – суть подобия и измышления поэтов. И вот вам страшное дело. Все боги – суть подобия и измышления поэтов. Все боги были созданы поэтами. Священники – это же поэт. Или они просто не считали. А кто появился раньше – священники или поэты? Ну тогда это необязательное совпадение. Как ты доложил стать богом? То есть богом может стать только поэтом? Нет, нет, нет. Все боги, существовавшие до этого. То есть, когда мы говорим о обожествлении в случае золотусты, речь идет об уподоблении богу. То есть, не о фактическом становлении богом. Нет никаких богов, не будет никогда. А, то есть, как при близких диаметах? Да, да, да. А Сократ? Он просто был максимально убеден. Смотрите, а кто поэт номер один? То есть, кто первый начал писать художественные произведения про мальчика со шрамом в очках и бородой? Ладно. Да, смотрите, сверхчеловек то же самое, что и бог. Поэты притворяются, что служат богам. Служат музам, например. Но на самом деле, служа им, они управляют богами, потому что они описывают богов. И золотусты тоже поэт, потому что он тоже создал нечто выше неба. И теперь тоже управляет им. И смотрите, здесь впервые появляется сверхчеловек по множественному числе. А он сейчас выясняет то, что сверхчеловек будет? Конечно. Он с самого начала говорил об этом. Теперь он просто говорит, что это результат поэзии, а не цели. Ибо достаточно легкие они для этих седалищ. Все эти боги и сверхчеловеки. А как устал я от всего недостаточного, которому непременно надо быть событием. Заметьте, теперь мы понимаем, почему золотусты, существуют песни золотусты. Если он поэт, то естественно он сочиняет и песни. Ах, как я устал от всего недостаточного, которому непременно надо быть событием. Ах, как я устал от поэта. И что же золотусты говорит своему ученику? Не-не-не-не-не-не. Что этой строчкой он говорит своему ученику и нам заодно? Он устал от... От кого он устал? От себя. От себя. Он устал от самого себя. Угу. Пока золотусты так говорил, сердился на него ученик, но молчал. И золотусты молчал. И взор его обращен был внутрь. Как будто глядел он далекую даль. То есть смотрите, взор его обращен был внутрь, то есть на себя самого. Но при этом глядит он в далекую даль. Угу. А наконец он вздохнул и перерел дух. Я от сегодня и от прежде, сказал он, затем. Но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и когда-нибудь. Да. Я от сегодня и от прежде. Я существую в настоящем, я существую в прошлом. Но есть и будущее. Я устал от поэтов древних и новых. Поверхностные все они для меня. И мелководные мая. Они думали недостаточно глубоко. Поэтому и не погружалось чувство их до самого дна. Немного сладострасти и немного скуки. Таковы еще лучшие мысли в них. Да. То есть поэты, в чем проблема с поэтами? Они не мыслят о главном. Они не философы. А что главное? Ммм, хороший вопрос. Что же главное? Более главное. Что делает романтизм? О чем говорит романтизм? Он говорит о бытии. Главное – это становление. А разве не было поэтов, говорящих о становлении? Ну, кроме… Поэтов, которых обвиняют золотурство, поэтов романтиков, конечно. То есть остальные поэты пока еще не подвергают событий? Здесь он отличает себя именно от романтиков. Дуновением и мельканием призраков в качестве неперезванных арок. Что знали мы до сих пор о страстности звуков. Для меня они недостаточно чистоплотны. Все они мутят свою воду, чтобы казалось на глубокую. И любят выдавать себя за примиритель. Но последниками и путанниками остаются они для меня. И половинчатыми ими чистоплотными. Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая поймать хороших рыб. Но каждый раз вытаскивало голову, как у них и старого бога. Так давало море голодным руками. Должно быть, они сами родом из моря. Помните, что говорил Заратурство по поводу расстройства своих учеников? Когда он только вернулся на острово блаженных. Когда он только пришел на острово блаженных. Вы игрались, вы дети играли с игрушками у моря. И вот море наклынуло волной и забравило вас эти игрушки. И вы стоите расстроенные. Но не расстраивайтесь. Море вынесет вам новые игрушки. Помните эту фразу? Если помните ее, тогда вы знаете, что все, что делал Заратурство, он делал на публику. Заратурство и есть море. Он и есть поэт. И в этом он обвиняет поэтов. В море нет ничего, кроме игрушек. Но каждый раз вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога. Разница между поэтами и Заратурствой в том, что его море выносит на берег голову какого-нибудь нового бога или сверхчеловека. Конечно, попадаются жемчужины в них. Тем более похожи сами они на твердые раковины моллюсков. Часто вместо души находил я в них соленую спесь. У моря научились оничин и его тщеславие. Не есть ли море павлин из павлинов. И снова Заратурство, как море. Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост. И никогда не устает играть своим кружевным беером из серебра и шелка. Тут посмотрит на него буйвол, душой близкий к песку. Еще более близкий к чаще. Но всего ближе к болоте. Да. Что значит поэты как море? Они популисты. Не получается, что Заратурство тоже популист. Море раскидывает свою красоту перед буйволом. Кто такой буйвол здесь? Почему буйвол один? И кто это? Это ученик. Конечно. Это ученик. Заратурство качает головой. А после этого начинает говорить ученику, что на самом деле он буйвол. Он от песка и от болота. Зачем? Чтобы показать нам, что ученик не принадлежит Заратурству. И то есть он так отказывается от ученика? Да. Он ругает себя. Кое-что понимает о себе. Да, давайте скажем так. И тут же сразу понимает кое-что об ученике. А ученик понимает о том, что и Заратурство? Ученик понимал то, что говорил Заратурство до этого. Потому что, помните, пока Заратурство так говорил, сердился на него ученик. Но после этого, как я вижу, ничего не сказано по поводу этого ученика. То есть это не имеет значения. Что ему красота и море и убранство павлина? Это сравнение, говорю я поэта. Поискни сам дух, как павлин из павлинов и море и тщеславие. Зрители требуют дух поэта. И хотя бы и были то буйволы. Но я устал от этого духа. И я приближу время, когда он устанет от самого себя. Да, поэты создавали богов из тщеславия. Чтобы люди на них смотрели. Но вот, говорит Заратурство, ближится время, когда они станут психологами и начнут разрушать всяких богов, как Заратурство. Когда они... Дочитайте последнюю страничку, чтобы было понятно. Изменившимися видел я поэтов, направившими взорами самих себя. Приближение кающихся духом видел я. Они выросли из них. Так говорил Заратурство. Да, приближается время, когда поэты изменятся. Они направят взор на самих себя, как только что это сделало Заратурство. Это станут поэты, которые не будут говорить о далеких богах и небесах. Это будут поэты, которые начнут говорить о самих себе. Что это за поэты? Что это за писатели? И почему мы их все не любим? Это экзистенционалисты, конечно, французы. Их в первую очередь экзистенционалисты. Всякие сарты, камю и ижи с ними. Поэзия изменится. Но смотрите, не изменился ли Заратурство как поэт? Не стал ли он сам таким поэтом? Давайте начнем с простого. Не перестал ли Заратурство быть поэтом? Нет. Почему мы это знаем? Ну, что мы дальше начнем с ним? Потому что в третьей части есть еще песни. И потому что после того, как ученик посердился, Заратурство продолжило... Ну, говорить о себе, да, 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 и унижать ученика. Поэзия и философия. Какое отношение у них было до сих пор? Кто первый начал бороться с поэзией? Кто из философов? Платон, да, естественно, естественно. В отличие от Платона, Заратурство знает, что философия в каком-то смысле всегда остается поэзией. Что поэзия и философия не превосходят друг друга. То есть ни поэзия не превосходит философию, ни философия поэзии. И в том и в другом случае, вот вы говорили политики, а Заратурство говорит на самом деле философы. Ученые-позитивисты, с одной стороны, отвратительны. Они занимаются раскалыванием густых орехов. Поэты-романтики, с другой стороны, они отвратительны. Они не делают ничего, не раскалывают никаких орехов. Посередине между ними находится ученый-поэт, который раскалывает не пустые орехи. Что это за ученый-поэт? Это философ. Заратурство недоволен одними и недоволен другими. Одни слишком низкие, другие слишком высокие. Эти все время тянутся к земле. Если вы вспомните пиявку, то есть ученого-позитивиста из четвертой части, то он буквально лежит в болоте. То есть он настолько лежит в болоте, что Заратурство наступает на него и не замечает, как наступает. Потому что он запихнул руку в болото и ждет, пока ее схватит пиявка. С другой стороны, поэты. Они все время в небесах. Они нарушают требования Заратурства номер один. Будьте верны земле. Поэты не верны земле. Поэты-романтики, естественно. Вот где-то между ними находится ученый-поэт и это философ. Где-то между ними должен встать Заратурство. Орех, которому раскалывают, разве не обязан он такой тихотомии давать? Одни из них раскалывают историю, другие... Не раскалывают ничего. Ничего. А почему орех, который раскалывает поэт, философ-поэт? Для поэтов, естественно, все орехи полны. То есть поэтам кажется, что они открывают загадки, но они не применяют разума. То есть они просто умрут, они просто обманывают. Что значит пустой орех? Они открывают истину, которая ничего не дает. То есть это истина, 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 истина. Истина, помноженная на истину, дает истину. Истина, помноженная на истину, дает истину. То есть вернитесь к простому силогизму – все люди смертные, сократ человек, сократ смертен. Вот в этом выводе сократ смертен, есть ли что-то, что не содержалось в двух предпосылках. Если вы знали обе предпосылки, вам вывод не нужен. То есть он пустой, в нем ничего нет. Если сократ человек, он уже смертен, для этого не надо делать строгого силогизма. Если поэт создает флаж, поэт движимую воли власти создает флаж. Да, поэты движимы тщеславием. Тщеславие, если только не высшая форма воли клости, естественно. Но для этого возникает вопрос. Если по истину воли клости создает ложь, а ученые-поэты находятся между теми, кто ищет истину и теми, кто насилует ложь, то… Смотрите, вы можете сказать, поэты бессознательно создают ложь, а ученые сознательно создают истину. Поэтому философ должен сознательно создавать ложь. Или бессознательно искать истину? Бессознательный поиск истины окончен. То есть, эта опция есть, но она умерла. А она была до сократической наукой? Бессознательный поиск истины едва ли возможен теперь уже. Поэты в своей сути подчиняются телу и инстинктам, и творят ложь. То есть они напрямую следуют воле к власти? Да, допустим. Воля к власти не есть хорошо по определению. Мы только что сказали, что одно и то же действие может быть, как в кавычках хорошим, так и плохим. У христиан тоже была воля к власти. Они с помощью этой воли к власти умудрились захватить мир, если решить переоценку ценностей. Это не сделало их хорошим. Поэты плохая воля к власти? Потому что они сознательно не верят? Нет, не поэтому. Почему? А потому что они романтики. Они устали, они хотят бытия. И своей волей к власти они создают бытие. Они не готовы принять становление. Они бегут прочь. То есть поэты, которые, наверное, не бытие остановили, они обладают полнотой волей к власти? И те, и другие обладают полнотой волей к власти. Это не проблема. Вопрос, на что она направлена? На то, чтобы убежать от чего-то, спрятаться? Постимулировать себя? Да. Или на что-то другое? Да. Философское учение завоевывать меры, волей к власти выше. Получается, это философское учение для определенного человека, так и так. Ну да. Вот. Но проблема в том, что если брать становление, опять скажем, ты слишком высокое себя запросил, но ты сейчас... Вы торопитесь, вы торопитесь. Нет. Получается, что как есть подъем? Да. 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 Вы абсолютно правы. Смотрите, когда Фукидид пишет, мой труд навсегда, да, мой труд на все века. Это правда? Нет. Рано или поздно человечество закончится. Рано или поздно планета закончится. Рано или поздно галактика закончится. Рано или поздно вселенная закончится. Его пока еще не забыли. Но, естественно, рано или поздно эта слава подойдет к концу. И когда Дух Тяжести говорит это Золотустре, он смеется над Золотустре, он победил Золотустре. Но тогда Золотустре побеждает Дух Тяжести и говорит, что все не так. И вот, когда мы дойдем до этого момента, тогда вам станет понятно, как возможно становление, но в рамках вечности. Все, что мы делаем, бессмысленно. Как сделать так, чтобы это действие приобрелось смыслом? Ответ Золотустре – это вечное Возвращение. Учение интересное. Да, да, да. Золотустр, на мой взгляд, потихоньку стоит позиции. Пока что да, да. К концу второй книги он поймет, что все совершенно ужасно. То есть, что все погублено. Что на самом деле его учение имело основанием своей месть. И тогда произойдет третья книга. О Великих Событиях. Итак, это глава, посвященная тому, что народ называет великими событиями. Это глава, посвященная революции. А к чему не будем? То, что народ считает величайшим событием его жизни, это когда народ наконец-то пришел к власти. Есть остров в море и нелепод благотельных островов Заратустра. Заметьте, что раньше они назывались просто блаженными островами. Теперь они называются блаженными островами Заратустра. На нем постоянно длинится огнедышащая гора. Ну, то есть, что такое огнедышащая гора? Вулкан. Вулкан. Угу. Народ, и особенно старые бабы из народа, говорят об этом острове, что он каменный плыль был поставлен перед воротами преисподней. Если вы принимаете эту интерпретацию, то выглядит это следующим образом. Что такое вулкан? Вулкан – это Франция. И старые бабы из народа, то есть консерваторы, нет ничего консервативнее старушек, вы знаете об этом, я уверен. Выходя из подъезда, вы слышите консервативные выкрики в свою сторону. Так вот, старушки и старые консерваторы думают, что в этом вулкане находится дорога в преисподнюю, дорога к народному правлению. Дорога к правлению идиотов, дорога к правлению дегенератов, дорога к правлению сумасшедших, дорога к правлению необразованных, дорога к правлению то, что называется охлос или еще лучше хой-полой. Толпа. Человек. Ну или, как говорит сам Заратустов, стадо. В ту пору, как Заратустов побывал на блаженных островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора. Команда его сустава на берег, чтобы пострелять кролика. Это не моя интерпретация, я говорю вам сразу, и у меня нет оснований в нее верить, но она очень забавная. Вулкан остров, на котором существуют кролики, это образ Шлегеля, одного из любимых нишанских поэтов. Команда, выходящая на берег, чтобы пострелять кроликов. Кто напал на Францию, чтобы немножко, немножко отхватить от нее кусочек? Да. Команда, вышедшая на берег пострелять кроликов, это франко-прусская война. Заметьте, что франко-прусская война оборачивается с точки зрения Заратусты и стрельбой по кроликам. Не в том смысле, что у французов нет слова «победа», да, а в том смысле, что это настолько ничтожное событие по сравнению с тем, что готовит Заратусты, что его можно назвать стрельбой по кроликам. Но около полуни, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно «Барана, стало время». Барана, стало время. Отлично. Значит, капитан и команда. Вы знаете, кто команда, вы знаете теперь, кто капитан. Кто капитан? Бисмарк. Угу. Когда же видение было совсем близко к ним, оно быстро полетело мимо подобных теней, туда, где была огненная гора, когда узнали они в величайшем смущении, что это Заратустра. Ибо все они уже видели его, с исключением самого капитана, и любили его, как любит народ, в равной степени совмещая любовь и ровность. Вопрос, почему капитан не знает Заратустру? Бисмарк. Потому что он не единственный, не испытывал к нему ни любви, ни лобости. Смотрите, сказал старый коручий, это Заратустра отправляется в ад. В то самое время, как эти корабельщики пристали к огненному острову, разнесся слух, что Заратустра исчез. Когда спрашивали его друзей, они рассказывали, что ночью он сел на корабль и сказал, куда пусть отправиться. Да, что происходит? Перед нами, как мы увидим потом, тень Заратустра. То есть, слава Заратустра начинает распространяться. И происходит нечто, раз Заратустра как море и Заратустра как поэт. И происходит нечто, что всегда происходит. Происходит публичное восприятие неких деяний Заратустра. И публичное восприятие деяний Заратустра начинает походить на миф, никак не связанный с самим Заратустрой. То есть, никак не связанный с тем, что он на самом деле делает. Морякам кажется, что они видят, как Заратустра летит в этот самый остров. Как Заратустра, уносимый дьяволом в этот самый остров. Они тут же начинают интерпретировать то, что они увидели. Заратустра стал слишком известен. И вот уже идут мифы про Заратустру. Ну, грубо говоря, так как золотуство становится все более и более известным, народ начинает распускать на него все более и более странные слухи и мифы, не связанные с его действием. Является ли день золотуства мифом золотуства? То, что золотуство унес в ад, черт, это миф. Но тень золотуства стоящая. То есть для золотуства то, что сделала тень, будет означать совершенно иное, чем для моляков и народа и учеников. Ну, то есть это не сам золотуство, это золоте. Нет, мы узнаем еще об этом. Вот мне интересно, наоборот, вложение по староводству, что это сражение находится в Моро, в Италии, как в Казахстане. Мы уже обсуждали это. Это утопия, но только не утопия Томаса Мора, а это утопия Гисеода. Там должны жить остатки полубогов. Помните, у Гисеода человечество деградирует от первого поколения к четвертому и дальше. Вот это вот остатки первого поколения. Там живут лучшие из людей, золотые идолы. Потому что у первого поколения все кожа была из золота. С одной стороны, золотуство село на корабль и куда-то поплыл. С другой стороны, тень золотуства и видение золотуства оказывается на этом самом острове. Народ складывает два и два и начинает думать странное. Так возникло смятение, а через три дня к этому смятению присоединилась еще и история корабельщиков. И теперь весь народ говорил, что дьявол унес золоту. Угу, весь народ. То есть так думал один старый коручий, а теперь так думает весь народ. Хотя ученики усмеялись над этой болтовней, и один из них сказал, да, скорее поверю я, что золотуство унес дьявола. Но в глубине души все были полны тревоги и томительного ожидания. Да, даже его ученики скорее верят в образ его дела, чем в само его дело. Как велика была их радость, когда на пятый день золотуства появился среди них. И вот рассказ объяснить золотуство с огненным псом. Был ли золотуство на самом деле на этом острове? Нет, он в неизвестном направлении. Но мало ли, в неизвестном, может быть, направлении этого острова. Это беседа с огненным псом, который сидит в глубине вулкана. Или с каким-то другим огненным псом. Не хорошо. Угу. Земля, сказал он, имеет кожу, и эта кожа поражена болезнью. Одна из этих болезней в ней называется человек. Человек – это болезнь. А другая из этих болезней называется огненный пес. А другая из этих болезней называется революция. О нем люди много лгали себе и позволили другим себе лгать. Чтобы изъедать эту тайну, перешел я море и увидел истинную набору поистине. Голос с головы до пяток. Теперь я знаю, что это за огненный пес, а также все дьяволы извержения и неспровержения, которых боятся не одни, только старые бабы. Да, естественно, революция неспровергает и извергает. Выходи, огненный пес, из своей бездны, кричал я. И признавайся, как глубокая ты бездна. Откуда берется то, что израгаешь ты дверь? Золотурство очень интересует феномен революции. Не потому ли, что он сам готовит революцию? Ты пьешь обильно из моря. Это выдает твое пересоленное красноречие. Правда, для пса бездны берешь слишком много пищи с поверхности. Да, для пса бездны. Революция утверждает, что исходит из глубинных оснований. Но на самом деле она лишь поверхностная болезнь. Потому что сердце земли, как мы узнаем позже, из золота. И тот, кто берет из сердца земли, тот, кто берет из глубины, тот берет только золото. Там не будет ни дыма, ни огня, ничего больше. А вопрос, можно ли считать, можно ли сказать, что вы уже радуете, если с революцией, потому что революция подобна вулкану, то есть в произведении вулкана всегда много дыма и нет солнца. То есть все смеркает. Нет, нет, нет. Сердце земли из золота. При совершении настоящей революции не будет огня и дыма. Не будет пара. Не будет ничего, будет только золото. Не более чем чревовечательным земли считаю тебя. И всякий раз, когда я слышал речи дьяволов из погружения и извержения, находил я их похожими на тебя, пересоленными лживыми плоскими. Вы гораздо рычать и засыпать пеплом. Вы самые лучшие хвост луны и достаточно изучили искусство доводить грязь до кипения. Ну, вы понимаете метафору. Сердце земли из золота, оно не связано с грязью. И настоящая революция не связана с грязью и кипением грязи. То есть, это идея революции с грязью, что ли? Нет. Революция с грязью – это когда, если я не ошибаюсь, царь решает, что надо что-то изменить. Причем здесь царь? Мы про кого говорим-то? Ну, мы не говорим про революцию. Мы про кого говорим? Кто совершает эту революцию? Революция. Это же не философы цари, правильно? Значит, это не революция с грязью. Нет, ну, я говорю о сердце земли из золота. Сердце земли – это самая глубина. Она никак не связана с царями. Дивы там непременно должна быть поблизости грязь и много губчатого пояса и защемленного. Оно хочет на свободу. Свобода вопитива все, особенно охотно. Но я разучился верить в великие события. Да, в великие события в кавычках. Скоро вокруг них много вопли и дыма. Да, потому что помните о базарных мухах. И поверь мне, друг мой, шум падает. Величайшие события – это не наши самые шумные, а самые тихие часы. А наши самые тихие часы. Настоящая революция не происходит на улицах. Она происходит в умах. Да, настоящая революция происходит в головах. Но это отсылка на голову в самом химии. В частности, да. Но не только поэтому. Это отсылка на самый тихий час. В наши самые тихие часы. Ну, простите следующую, и мы вернемся назад. Не вокруг изобретателей нового шума, вокруг изобретателей нового ценностей вращается мир. Естественно, вращается он. Это то, что Золотустра говорил в главе «Базарных мухах», конечно. Но теперь он исправляется. Что он говорил в главе «Базарных мухах»? Вокруг изобретателей нового ценностей вращается мир. Незримо вращается он. А теперь прочтите отрывок, который мы сейчас читали. Не вокруг изобретателей нового шума, вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир. Незримо вращается он. Чувствуете разницу? Незримо вращался. Да. Раньше он незримо вращался, теперь он вращается неслышно. Это один из тех повторов, которые золотухство сохраняет для своих учеников. Но этот повтор изменяющийся. Что значит незримо? Незримо значит незаметно, постепенно, нерезко. Что значит не слышно? Несвышно значит в абсолютной тишине. Это значит, он не вращается вокруг шума, не вращается вокруг криков, вокруг выстрелов, вокруг взрывов, вокруг кричалок и тому подобного. Все, что вы должны прочесть, это отрывок, начинающийся со слова «все». Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упада. Что велика в смысле культура, то было не политичным, даже антиполитичным. Даже антиполитичным. Никак не связано с политикой, новая революция. И второй отрывчик. Когда воскресает дух, на политическом модели болезни народ обычно омолаживается сам собой, вновь обретая свой дух, который постепенно утратит в стяжании и укреплении власти. Культура обязана наивысшими своими достижениями во именам политической слабости. Теперь вы понимаете, с одной стороны, почему капитан не знает, кто такой золотустра, с другой стороны, почему франко-прусская война называется охотой на кроликов. Признайся, мало всегда оказывалось вершившегося, когда твой шум и дым рассеивали. Что толпы, если город превращается в мумию, из статуи лежит в грязи. И вот, что скажу я еще раз, в жителям статуи. Это, пожалуй, величайшее безумие бросать соль в море и статуи в грязь. Вы понимаете метафору бросать соль в море. Почему бессмысленно бросать соль в море? Да, отлично. Теперь, почему бессмысленно бросать грязь в статуи? Потому что статуи есть грязь. Потому что статуи есть грязь. Давайте лучше увидим, что еще имеет золотустра против революции. В грязи вашего презрения лежала статуя. Но таков ее закон, и что из презрения для нее вновь вырастает жизнь и живая красота. Теперь в божественном облике восстает она обольстительное свое страдание. И поистине она еще поблагодарит вас, что вы низвергли ее низкой грагателем. Такой совет даю и королям, и церквям, и всему отдыхлевшему, от лет и от добродетеля. Давайте только не звергнуть себя. Чтобы потом вы вновь вернулись в их жизни, а к вам добродетель. Да. В чем проблема революции? В которой есть дым, дым и пламя и шум. Они не стажаются, зарождаются. В контрреволюции, да. В узком смысле в контрреволюции, в широком. Что революция лишь помогает государству и церкви, а не побеждает их. Возникает такой вопрос, а революция Заратурская, так ли выслушает на эту революцию? В этом и смысл. Она не происходит на улице, она не сбрасывает статуи в грязь. Так говорили перед огненным псом. Тут он сердито прервал меня и спросил, «Церковь, что это такое?» Ну, естественно, революционеры ненавидят церковь. Что французские, что наши. Церковь, отвечал я, это род государства, и при том, что он был живым. Да, потому что в нем верующие без веры. В государстве есть искренние патриоты, в церкви нет верующих. Молчи же, лицемерный пес, ты знаешь род свой лучше других. Да, и естественно, сама революция есть только вера без веры. Как и ты сам, государство лицемерный пес, как и ты, любит оно говорить дымом и грохотом, чтобы заставить верить, что подобно тебе, оно говорит из чрева вещей. Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле. Государство. И в этом также верит ему. Смотрите, именно поэтому эта глава называется не о великом событии, а о великих событиях. Здесь не один огненный зверь, здесь как минимум два огненных зверь. Тут прямо прямая церковь на патриотизме государства. Ну, естественно. Типа из недр. Ну, да, да, да. Государство хочет сказать, что оно соль земли, что оно есть суть вещей, и что защищать его, это защищает самую основу. Да, да. Но сел со земли из золота. Об этом мы узнаем чуть-чуть позднее. Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле государства и в этом верит ему. И как только сказал я это, огненный пес как бешеный стал извиваться от зависти. Как кричал он самым важным зверем на земле, в этом также верит ему. И столько дыма и ужасных криков выходило из его пасти, что я думал, что он задохнется от гнева и зависти. Потому что что есть революция, как не несподвижение государства? Любая революция занимается именно этим. Наконец он приутих, и у него сего пыхтение. Но как только он утих, сказал я со смехом, ты сердишься, огненный пес. Значит, я прав насчет тебя. И чтобы оставался я правым, послушай о другом огненном все. Он говорил действительно из сердца земли. Да, послушай о другом огненном все. Вот он действительно настоит. Послушай о другом революции. Он дышит золотом и золотым дождем. Так хочет сердце его, что ему пепел в дым и горячая слизь. Смех выпаршивает из него, как пёстое облако. Противны ему твои клокотания, ближки и колики у твоих внутренностей. Но золото и смех их берет он из сердца земли. Ибо чтобы ты знал наконец... Ибо чтобы ты знал наконец... Ибо чтобы ты знал наконец... Сердце земли из золота. В плане этого утверждения, в контексте этого утверждения, мы понимаем теперь, почему мы должны быть верны земле. Когда услышал этот огненный пёс, он не смог больше слушать меня. Пристышенный поджал он свой хвост, издав робкое гав-гав, и уполз вниз своего пещера. По сравнению с настоящей революцией, революция во Франции и революция на улицах всего лишь как настоящий Цербер по сравнению с маленьким псом, с собачкой. Так рассказывал Заратустра. Но ученики едва слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о роликах и о летающем человеке. Да, но это проблема. Ученики не слышат рассказ Заратустры о революции. Почему ученики исследуют события революции? Ученики исследуют образом, да, мифом. Не знаю, как и думать об этом. А что и думать об этом, сказал Заратустра. Разве я призрак? Но, наверное, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о страннике его тени. Ну, вы знаете, есть такая книжка у них о страннике его тени. Но здесь не про это. Здесь про действие и образ действия. Про реальность и миф. Про действия и его публичное восприятие. Несомненно одно. Я должен держать себя крепче. Иначе она еще испортит мое доброе имя. Заратустра вдруг понимает и признает, что философ должен управлять публичным восприятием своего учения и себя самого. И это он поймет еще дальше, еще точнее в главе о человеческой мудрости. И это отошлет нас к вашему вопросу по поводу того, что за зима в главе масленичной горы. Зима – это один из инструментов сокрытия философа от остальных. Что должно символизировать лето? Лето должно символизировать счастье. Ницше прямо скажет, все моралисты до меня никогда не верили и никогда не задумывались о существовании таких людей, как счастливые злодеи. Ну, вы понимаете, чей огород – это камень. Конечно. Сократ в государстве пытается убедить, что не бывает такого, как счастливый злодей. Так вот бывает. Проблема в том, что счастливый злодей, то есть человек, одновременно совершающий ужасные поступки и при этом счастливый, то есть радующийся им, не страдающий от них, это человек, вызывающий наибольше всего зависти. И в этом смысле философ, который является злодеем и при этом счастливым злодеем, самым счастливым человеком на свете, должен скрываться от публичной зависти. Зима, скрывающая за собой лето. Он должен казаться им колким, он должен казаться им холодным, он должен казаться им таким полу несчастным или полузамерзшим, трясущимся, дабы не вызвать у них зависть по отношению к нему, дабы они не убили его. Мы увидим, когда он поймет в главе человеческой мудрости, что необходимо очень серьезно скрываться от людей и от учеников, и от всех остальных, впоследствии он в третьей части уже можно будет прямо практики следить, которую предлагают для этого делать. Хорошо. И снова золотустая качал головы, удивлялся. И вот второй провал учеников золотустая. Он говорит им, что делает подлинный философ. Он говорит им одну из самых серьезных истин, которые собирается сказать, но они не слушают его. Они отвлечены на бессмысленные события. Почему он кричал призер? Пора, настало время. Для чего настало время? Так говорил золотустый. Но и для самого золотустый образ его дела подсказывает, миф, распространившийся вокруг него, подсказывает, что что-то надо менять. Для чего-то настало время. Если у вас нет вопросов, на этом мы пока пройдемся.